Благодарю вас, господин председатель. Я смотрю, вы опять переворачиваете свои чудесные часы. Я хочу вам сказать, что это не поможет вам не повернуть время вспять, не изменить прошлое. Кстати, я не заметил этих часов на открытых дебатах по сексуальному насилию в конфликте. Или только сексуальное насилие в конфликте вы готовы обсуждать бесконечно, часов не наблюдаю. Я, конечно, благодарю бриферов за сегодняшний брифинг, но, откровенно говоря, не понял, какое отношение эти брифинги имели к тому вопросу, который по просьбе украинской стороны привел нас в этот зал сегодня. И как этот вопрос соотносится с Минскими соглашениями. Хотя в тех оценках, которые прозвучали из уст госпожи Мюллера и господина Сайдика, они имеют отношение к обсуждению этого вопроса, потому что они рассказывают о том удручающем положении, в котором находятся многие украинцы, жители отдельных районов Донецкой и Луганской области, неподконтрольных официальному Киеву. Я не буду скрывать, что нас удивила инициатива СОЗова сегодняшнего заседания со стороны наших украинских коллег, сходу поддержанное германским председательством. Ведь нам придется говорить о весьма нелицеприятных для Украины вещах, действиях, в результате которых 4 миллиона граждан страны Украины, по сути, оказались вне закона. Еще существование упорно не замечается западной частью мирового сообщества. О таком, конечно, лучше было бы стыдливо помалкивать, а не выставлять на показ перед всем миром. Но раз вы настаиваете, давайте об этом поговорим. Хотя, конечно, этот вопрос не представляет никакой угрозы международному миру безопасности. Послушав наших западных коллег, можно составить ложное впечатление о том, что Россия насильно заставляет граждан, жителей Украины, менять гражданство. И при этом, конечно же, ну как же без этого? Нарушает, в кавычках, Минские договоренности. Хочу все-таки еще раз спросить у вас, какой пункт Минских договоренностей мы нарушаем? Вы читали Минские договоренности? Каких только абсурдных обвинений мы сегодня не услышали. Давайте мы вам расскажем не идеологизированную и недостоверную версию, которую вы нам предлагаете, а реальную. Президент России подписал указ, в соответствии с которым жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик предоставляется возможность получения гражданства России в упрощенном порядке. Для этого им не требуется, вы слышите меня? Не требуется отказываться от украинского гражданства. С учетом того, что процесс разработки и принятия данного указа осуществлялся транспарентно и начался далеко не вчера, нет никаких оснований для утверждения, что указ президента России был якобы приурочен к какому-либо событию или является неким сигналом, что указ президента России был якобы приурочен к какому-либо событию или является неким внутренним делом России. В период с 1 апреля 2014 года по 2 апреля 2019 года на территорию Российской Федерации въехало и осталось 925 548 граждан из юго-восточных областей Украины. А всего в России находятся 2,3 миллиона граждан Украины. По вопросу приобретения гражданства Российской Федерации за этот период обратилось свыше 334 тысяч граждан Украины. Эти цифры свидетельствуют о наличии высокой потребности в российском гражданстве среди лиц с юго-восток Украины, поставленных Киевом в невыносимые жизненные условия. Иными словами, данной инициативой Россия отвечает на чаяние многих тысяч людей. Не мы их насильно делаем российскими гражданами, а они сами к этому стремятся. Мы лишь предоставляем такую возможность и значительно облегчаем этот процесс. Почему это было сделано? Пять лет продолжается конфликт на Донбассе. Пять лет жители Донбасса лишены возможности реализовать свои права и свободы человека на Украине. Они были лишены права голосовать на состоявшихся выборах президента. С 2017 года ужесточена и узаконена социально-экономическая блокада Донбасса, которая де-факто осуществляется с 2015 года. Пять лет официальный Киев саботирует выполнение Минских соглашений, подменяет, перелицовывает и извращает их содержание. Пять лет украинские власти называют жителей Донбасса и Луганска террористами и сепаратистами. Вы говорите о Минских соглашениях, которых большинство из вас не читало. Я вам зачитаю два пункта из этих соглашений. Пункт семь. Обеспечить безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи нуждающимся на основе международного механизма. Пункт восемь. Определение модальности полного восстановления социально-экономических связей, включая социальные переводы, такие как выплаты пенсии и иные выплаты, поступление, доходы, своевременная оплата всех коммунальных счетов, возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины. В этих целях Украина восстановит управление сегментом своей банковской системы в районах, затронутых конфликтом. И, возможно, будет создан международный механизм для облегчения таких переводов. Ничего этого не произошло. Нам очевидно, что многим из вас люди, проживающие на Донбассе, вовсе не интересуют. Вам гораздо выгоднее заслонять ежедневные страдания и лишения этих людей баснями о мифической российской агрессии, списывая на нее вся и все. Вы не замечаете того, что жители Донецка и Луганска все эти годы выживали вопреки тому, что вы делали. Их лишили источников дохода, возможности получать, как положено другим украинским гражданам, пенсии и пособия. Если бы не Россия, не бросившая попавших в беду ни чужих нам людей на произвол судьбы, несмотря на все угрозы и санкции Запада, эти люди бы не выжили. При этом все это время они питали надежду на то, что киевская власть все-таки выполнит минские договоренности и на ее землю придет долгожданный мир. Но за пять лет ничего не изменилось. И делать вид, что это не так, мы больше не можем. Пять лет вполне достаточный период для того, чтобы сформулировать свое отношение к такому чувствительному и важному гуманитарному вопросу. Дончане и луганчане заслужили возможность вновь оказаться под надежной опекой и социальной защитой государства. Они, как и все мы, сидящие в этом зале, рассчитывают на реализацию своих законных прав и прав своих детей, на образование, социальное обеспечение, медицинское обслуживание и других закрепленных в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 года. Украинское государство ничего этого им не предоставляет. Поэтому мы вынуждены были предложить им наше содействие. При этом никто ни у кого ничего не отбирает. Наоборот, мы сознательно берем на себя большую экономическую и социальную нагрузку. И, может быть, пожилым людям, о которых говорил господин Садик, возможно, теперь не придется пересекать контактную линию, чтобы получить с риском для жизни свою мизерную пенсию на подконтрольных официальных властям территории. Однако, вместо слов похвалы, мы слышим сегодня от наших западных коллег лишь лицемерные и избитые обвинения в агрессивных действиях и злокозненных планах России в отношении Украины. Указ, о котором сегодня идет речь, подписан на основании статьи 14 Федерального закона о гражданстве Российской Федерации, которая предусматривает возможность приема гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. Это никак не противоречит российскому законодательству. Согласно части 1 статьи 29 Федерального закона, президент Российской Федерации в гуманитарных целях в праве определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. Кроме того, наши действия вписываются в общую преобладающую линию на упрощение миграционных процедур, правил приобретения разрешения на проживание и гражданство. Вот, например, государство Евросоюза в 2018 году предоставили защиту более чем 300 тысячам просителей убежища, сообщает нам Евростат. Хотел бы напомнить, что предоставление гражданства является суверенным правом государства. В соответствии с Европейской конвенцией о гражданстве 1997 года каждое государство имеет право определять в своем законодательстве, кто является его гражданами. В преамбуле к этому международному договору зафиксировано, что в вопросах, касающихся гражданства, следует учитывать законные интересы как государства, так и отдельных лиц. Статья 15-я, всеобщая декларация прав человека, гласит, никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или право изменить свое гражданство. Мы знаем, что в своем выступлении скажет Владимир Юрьевич, что это вмешательство во внутренние дела Украины, вопиющее нарушение международного права и Российской Конституции, ползучая аннексия территории Донбасса, создающая возможность оспаривать его принадлежности. Я хочу сразу ему ответить. Владимир Юрьевич, это все не соответствует действительности. Во внутренние дела Украины мы не вмешиваемся и ползучей аннексией не занимаемся. Мы лишь даем возможность людям, наконец-то, кардинально решить жизненно важные для них проблемы. Потому что киевская власть эти проблемы решать отказывается, тем самым нарушая те самые Минские соглашения. А люди сами решат, воспользоваться им этим правом или нет. В конце концов, сотни тысяч украинцев еще до выхода этого указа подавали заявление о приеме у российское гражданство. Мы их никогда не отталкивали. Сейчас же просто упростили для наиболее уязвимых из них этот процесс. Для Киева же количество обращений за гражданством нашей страны станет лакмусовой бумажкой и референдумом об отношении к себе жителей Донбасса. Именно этого, похоже, нынешняя власть Киева опасается. Еще раз хочу особо подчеркнуть. Россия не навязывает гражданство жителям Донбасса, а предоставляет им возможность добровольно и самостоятельно обратиться в установленном порядке в компетентные органы на территории России, при этом сохранив украинское гражданство. Мы всерьез и искренне рассчитываем, что новая украинская власть изменит не только риторику предыдущей власти в отношении Донбасса и ее жителей. Яркой иллюстрацией которой являются избитые штампы сегодняшнего заявления МИД Украины. Но и предпримет реальные шаги для выполнения Минских соглашений и учета интересов своих граждан, проживающих на Юго-Востоке. Если это будет так, мы будем только рады. Благодарю вас. Благодарю вас.